Приветствую вас. Во-первых, кому нам что-то делать? Это первый вопрос. Самый главный и насыщенный. Кому нам? Я серьёзно говорю. Кому нам что-то делать? То есть, например, есть вы, есть отец, есть ещё какие-то родственники. Кому нам? Есть вы, есть вы. Вот кому нам что-то делать? А я думаю, что с этим вопросом в первую очередь нужно разобраться. Дальше уже можно будет, в принципе, смотреть, как и что можно сделать. Да? Дальше. Идём. Следующий момент. Значит, то, что делает ваш ребёнок, да, в общем-то, реакция и поведение для 8-летнего, ну, не то чтобы прям совсем нормальное, но, скажем так, не без... Не без известно. И... Я думаю, что первое, что вам желательно сделать для себя, это проанализировать отношения в своей семье. И проанализировать то, насколько отношения в вашей семье искренние, насколько отношения в вашей семье адекватные, насколько отношения в вашей семье... Свободные, спокойные и так далее. То есть, это вот мне кажется то, что безумно необходимо для того, чтобы можно было о чем-то говорить, да, и что-то делать. Ваш ребёнок демонстрирует разновидность анального поведения, что, в принципе, позволяет говорить о таких проявлениях, как агрессии. О таких проявлениях, как аутоагрессии. И, соответственно, мы говорим о том, что у ребёнка остаётся неотреагированная в той или иной степени неотреагированная агрессия. Каковы могут быть причины этого? Сказать на самом деле сложно. Опять же, нужно анализировать, нужно смотреть то, как выстраиваются отношения в вашей семье. Вот, и у меня там будет, ну, как-то вот всё более-менее понятно, да? А пока, пока что ситуация, она складывается не совсем так. Так. Вот. Конечно, ваш ребёнок демонстрирует в том числе и пассивную модель поведения. И пассивная модель поведения, она связана в том числе и с отсутствием активной мужской роли в отношениях. Между вами и отцом ребёнком, между ребёнком и вами. Понимаете? И это всё необходимо исследовать, на мой взгляд. И тогда уже будет более понятно, что происходит. А ребёнку запрещать делать то, что он делает, ни в коем случае нельзя. Там ещё будет заострять на этом своё внимание и продолжать это будет делать. Это будет делать потому, что вы запрещаете это делать. Вот, будет требовать, чтобы всё убиралось. То есть, мне вот не очень понятно, почему он оставляет, но, значит, ну, на стене, да, по полосу. То есть, как бы, просто приучить его убираться, что надо делать и всё. Ну, вот, а запрещать ему что-то нет, что-то не нужно. Вот, а, тут это не гигиенично и опасно для здоровья. Ну, да, сложно с вами поспорить, конечно, это не гигиенично и опасно. Но, опять же, опять же, коль ребёнок начал это делать, то лучше ему помочь соблюдать правила гигиены, чем пытаться ему что-то запретить. Это, я говорю, это лучше. Опять же, если вы хотите, чтобы ребёнок это прожил и забыл, а не заострял на эту фару. Вот. Кроме того, мы здесь говорим, в том числе, и о формировании, возможно, будущей сексуальной ориентации, в том числе. И, тоже очень важный момент, будете зацвать на это внимание, будет ребёнок такую модель поведения продвигать. Что, в общем-то, далеко не так хорошо и здорово, как вам, я уверенно, хотелось бы. Так что, анализ отношений, привлечение отца, увеличение роли отца в жизни ребёнка, уменьшение вашей роли, и представление ребёнку возможности больше самому что-либо решать и брать ответственность. Отказ от ругательных форм взаимодействия, освоение техники Я-сообщения. Вот. Это то, что вам нужно сделать в первую очередь. Дальше уже можно будет проконсультироваться со специалистом для анализа отношений с семьёй. Вот. Такой отец, то есть отцовская фигура, я бы сказал, здесь очень важна. И вы, конечно, тоже. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...